Смотрите, вот я очень часто слышу от многих людей, которые сидят в этом зале, от старых друзей, почему нас Украина не видит и не замечает. Мы же всегда были против Путина, мы всегда боролись, мы никогда его не поддерживали, мы молодцы, мы классные. Почему Украина говорит, хороших русских не бывает? А для Украины хороший русский, это тот русский, который либо держит оружие в руках, либо оплачивает это оружие, либо лечит тех, кто пострадал. Все. Политическая деятельность, блоги, выступления, демонстрации, в том числе с украинцами, в Украине никого не интересует. Более того, я бы рискнул сказать, что на данный момент в целом никого особенно и не интересует даже финансовая помощь ЗСУ, потому что украинцы оказывают своей армии многократно больше помощи, чем оказывают россияне. И эта помощь для, может быть, многих здесь сидящих, она очень важная и значимая по размеру, но на фоне того, что делают сами украинцы для своей армии, она пренебрежимо мала. И поэтому украинцы все время говорят, помогайте своим подразделениям, помогайте легиону свободы России, кому-то там не нравится легион, но нравится РДК, кому-то не нравится ни легион, ни РДК, есть сибирский батальон, есть разные отдельные группы, антиавторитарное сопротивление для левых. Есть разные совершенно россияне, но украинцы все время говорят, русские, помогайте русским, которые реально борются с путинизмом, с оружием в руках. Вот это то, что от нас ждут. И Украина не имеет никаких проблем с тем, чтобы говорить с теми русскими, которые помогают русским на фронте. Вот никаких предубеждений, распростертое объятие, ковровая дорожка, въезд в Украину, никаких проблем с этим нет. Проблема для всего остального. Нужно доказать, на данный момент не действует презумпция невиновности, что кто-то здесь хороший. Мы по определению плохие, потому что мы россияне. Потому что мы граждане страны, агрессоры. Мы переходим в разряд хороших только после того, как поддержали вооруженное сопротивление. Все остальные для Украины будут плохими. И это то, с чем нам надо жить. Кто-то не готов и все равно говорит, я буду мирными путями. Я не говорю, что мирные пути неправильны. Каждый борется так, как он борется. И Навальный, у которого сегодня 9 дней, он когда-то писал, борьба добра с нейтралитетом. И для меня любая борьба, кроме нейтралитета, хороша. Но если мы хотим дружить с Украиной, а большинство собравшихся в этом зале этого хотят, путь к этому только через силовое сопротивление. Теперь с точки зрения того, что можно делать, как можно делать и так далее. Ну просто, чтобы было какое-то понимание. На данный момент количество россиян, которые находятся на фронте, составляет 6 батальонов, которые входят в составе подразделений. Я не имею права, это запрещено законами Украины говорить про конкретную численность. Но многие здесь служили в армии, понимают, что такое численность батальона и могут перемножить там две цифры. Это мало. Для того, чтобы быть внутриполитическим фактором, нам нужно дорасти, грубо говоря, до размера ЧВК Вагнер. И тогда мы будем политическим фактором. То есть нам нужно иметь численность от 10 до 20 тысяч. Но эта разница уже не в порядке, это разница уже в разы. Это возможно. Я считаю, этому очень сильно мешает. То, что мы, российские оппозиционеры, не могут договориться друг с другом и сказать о том, что у нас, у российской оппозиции, есть своя армия. Это не означает, что каждый из российских оппозиционеров должен идти в этой армии служить. Но каждый из российских оппозиционеров должен эту армию финансировать. Так же, как любой гражданин страны должен финансировать свою армию. Это наша обязанность. И когда мы будем все говорить о том, что да, это нужно, тогда многие вопросы, связанные с притоком новых членов, с рекрутингом и так далее, будут решаться. Потому что сейчас мы наблюдаем, что кому-то не нравится легион, нравится РДК. Они говорят, а вот легионы не существует, а вот РДК молодцы. Тут же находится кто-нибудь другой, кто говорит, а РДК это не у нацистов, а вот легион там или сибирский батальон это хорошо. Что результатом является? Люди не идут ни в первый, ни в второй, ни в третий. И деньги не дают ни в первый, ни во второй, ни в третий. Потому что это все равно риск. И нужно иметь незамутненную простую реакцию. Выбирайте один, другой, третий. Создавайте свои. Участвуйте в партизанском движении. Партизанское движение, я считаю, 23-й год на самом деле, этого большинство людей не видит, потому что это невозможно доказать. Но на данный момент партизанское движение в России, вот тут уже можно говорить про численность людей, от 5 до 10 тысяч человек. Это примерно в 5 раз больше, чем численность людей на фронте. И вы видите действия каждый день, которые происходят. Вот вчера был подрыв Новолипецкого металлургического комбината. Понятно, что некоторые наши коллеги говорят, но это вот акты саботажа, которые устраивают украинцы. Сейчас та ситуация в России, когда ни один, то что акт саботажа, диверсия, а я называю актом сопротивления, невозможно сделать без россиян. Да, конечно, в каждом из них, может быть не в каждом, но во многих, участвуют те или иные украинцы. Ну потому что откуда может движение сопротивления в России взять взрывчатку, дроны, оружие? Конечно, это поступает из Украины. Но откуда возьмутся украинцы, боевые там во Владивостоке, где там были подорваны несколько боевых самолетов? Откуда можно притащить дроны под Псковскую авиационную базу, где была атака там более чем 20 дронами одновременно? Кто запускал дроны на Кремль? Это все делается руками россиян. При поддержке украинцев, но руками россиян. И это люди, это наши герои, это наш актив, который сейчас анонимен, и чаще всего его не знают даже люди внутри одной сети. Но это люди, которые всплывут в тот момент, когда будет меняться власть, и тогда они потеряют свою анонимность. И мы должны понимать, что у нас этот резерв на данный момент есть. Последнее, что бы я хотел сказать, это то, про что говорил Олег во второй части. В политическом меню россиян на данный момент одна фамилия. Владимир Владимирович Путин. У этой фамилии бывают аватары. Брис Надеждин, Даванков, даже не помню, как его зовут. То есть вот, Слуцкий там этот, значит, любитель женщин. Коля Харитонов. Ну это всем им фамилия Владимир Путин. И все россияне это знают, им не надо этого объяснять. Что нам необходимо сделать? Нам нужно появиться на политическом меню. Для того, чтобы мы были в этом самом политическом меню, нам нужна легитимация. Источником легитимации являются выборы, которых у нас нет и не будет. Мы там в съезде народных депутатов собрали какую-то легитимность из прошлого. Но она из прошлого. А из настоящего у нас ее нет и не будет. Второе, это вооруженные силы. И для этого нам нужно дружить с Украиной. Потому что это единственное, где могут быть созданы новые российские вооруженные силы. Прекрасной России в будущем. И третье, это международное признание. Международное признание упирается в вопрос, а кого мы можем признавать? Сколько у вас дивизий? Как когда-то сказал один российский лидер. Какая у вас реально возможность претендовать на власть? Где есть хоть малейшая вероятность, что эта власть будет взята? И почему вы не можете друг с другом договориться? Пока мы не договоримся, и не будет легитимности. Пока не будет легитимности, не будет возможности всерьез претендовать на власть. Это для нас является императивом. Поэтому наши шаги – это первое – дружба с Украиной, поддержка силового сопротивления и тогда требования нашего международного признания. Спасибо. Мне кажется, прошли очень два напряжённых дня в серьёзных разговорах. Хотя каждый разговор, на самом деле, он должен заканчиваться какими-то действиями. Здесь трудно не согласиться с этим. Но мне кажется, что достаточно очевидно, что именно здесь на форуме впервые была сформулирована программа, совершенно чёткая. Форум первый выступил в поддержку Украины. Это была наша принципиальная появица с самого начала. Мы понимаем, конечно, что в условиях войны, причём войны затяжной уже, войны, которая несёт страшное разрушение и смерть на украинской земле, конечно, всегда многие вещи воспринимаются эмоционально. Но мне кажется, сейчас выступил момент, когда нам надо просто какие-то вещи оценивать объективно. Вот война в современных условиях, в условиях, когда внимание людей по всему миру, оно распыляется. И вот все новости, они идут из Украины, они потом куда-то идут из сектора газа, они могут прийти из Венесуэлы. Вот внимание распыляется. Вот нам нужно выделить главное и попробовать понять, в общем-то, а как можем добиться успеха. Успех наш, он зафиксирован на нашем лозунге «Победа Украины, свобода России». Именно в таком порядке. Поэтому, естественно, мы должны сделать всё, чтобы наша страна, я говорю про Россию, стала свободной. Но этого не может произойти. И эта позиция наша была принципиальной с самого начала. Этого не произойдёт, пока Украина не победит. Более того, мы не хотим заниматься казуистикой о том, что такое «Победа Украины». Для нас это было очевидно с самого начала. На форуме это было сформулировано, мы никогда от этого не отступали. Мы не вступали в эти споры, а что возможно. На самом деле, что возможно, это следующий вопрос. Главное, какая цель перед нами поставлена. «Победа Украины» – это полное восстановление территориальной целостности и суверенитета. Это была наша позиция. Эта позиция неизменна, потому что мы прекрасно понимаем, что только полная победа Украины и поднятие украинского флага в Севастополе даёт нам надежду на то, что начнутся перемены в нашей стране. Это тоже, мне кажется, очевидно. Нам говорят, вы знаете, это не обязательно. Да, украинский флаг в Севастополе не означает автоматической смены режима в Москве, но это необходимые условия, чтобы такая возможность у нас появилась. Более того, мне кажется, что, исходя из того опыта, который мы можем извлечь из нашей российской истории, поражения в войне, поражения геополитические всегда открывали возможность для перемен. И это возможность, и мы воспользуемся. Другое дело, что наши возможности, естественно, сегодня ограничены. Но здесь, опять, при всём уважении к нашим украинским друзьям и союзникам, надо понимать, что война с Путиным не выигрывается просто так. Очень хорошо делать красивые заявления. Я никогда не позволял себе какой-то критики в адрес тех украинцев, которые сегодня действительно стоят на передовом рубеже войны с путинским фашизмом. И вообще со всеми тоталитарными силами, со злом всего мира. Но мы должны победить, правильно? Мы все должны победить. А война лозунгами не выигрывается. Да, конечно, хотелось бы, чтобы больше наших соотечественников, кто может это делать, знает, как это делать, вошли в батальоны. Но Геннадий Грутков правильно сказал. Я сказал, война – это не только стрельба. К этому надо подготовить всё. И, кроме того, в войне ещё много других компонентов есть. Оставим даже в стороне на секунду чисто как бы технологическую, экономическую составляющую. Пока вот. Хотя, безусловно, как сказал правильно это Геннадий Грутков, есть вопросы санкций. Путин получает деньги. И пока у него есть деньги, он может вести войну. Но есть ещё один элемент очень важный. Элемент идеологический. Очень хотелось бы, чтобы наши украинские друзья наконец поняли, что война на сегодняшний день в глазах подавляющего большинства наших сограждан ведётся между Россией и Западом. Путин победил в этом вопросе. И пока она ведётся в таком ракурсе, очень трудно ожидать реальных перемен. Да, действительно, много людей бежало из России. Да, конечно, они убежали, потому что им не хотелось уходить, быть мобилизованными. Они боялись этого. Но это был потенциал к созданию того, что мы тогда ещё почти два года назад назвали русским Тайванем. К созданию новой матрицы русской цивилизации, к свободной России за пределами России. Но с чего-то надо будет начинать. И это на самом деле не просто мечта. Нас это не волнует. Вы сказали нам только что, пардон, друзья, у вас уже ушли. Вы уже не понимаете, что основу этого русского Тайваня составят те люди, которые сегодня делают ракеты и занимаются компьютерными экспертизами. Те, кто составляет во многом интеллектуальную мощь путинской военной машины. Я не собираюсь их оправдывать сегодня. В данном случае, как говорится, бог им судья. Но трудно тыкать пальцем в человека, которому некуда бежать. Человек с русским паспортом сегодня не может получить вид на жительство или открыть себе банковский счёт. Неужели вы не понимаете, что сто тысяч даже, сто тысяч, людей, которые сегодня задействованы в путинской военной экономике, с мозгами. Не те, кто собирают что-то, а те, кто рисуют чертежи, кто делает эти ракеты. Это гораздо более страшный удар, чем даже десятки тысяч людей, которые пойдут в батальоны. Потому что так вот выигрываются войны. Войны выигрываются стратегией. Так выиграна была война Вторая мировая. Так была выиграна холодная война. Это стратегия. Слава богу, я часть своей жизни посвятил вещам, которые со стратегией связаны. И полное отсутствие стратегического мышления. И, я понимаю, красивый лозунг. Да, вы должны сделать то, что можем, делаем. В отличие от многих ваших начальников, украинские друзья, я Путину руку никогда не пожимал. Я повторяю, я всегда воздерживался от каких-то замечаний в их адресах. Я понимаю, что происходит. Но мы тоже делаем, что мы можем. Даже больше, чем мы можем. Уж, как говорится, если говорить про личный вклад, оставим в стороне форума. Организация американская, которую я создал 7 лет назад. Так, будем перечислять 11 миллионов долларов, которые мы собрали и перепечрили в Украину. Доклад, making Putin pay. Доклад, на основе которого, юридический доклад, на основе которого сегодня обсуждается вопрос о конфискации русских денег. Это наша организация оплачивала. Мы работаем с этими юристами. И вы понимаете, что если мы добьемся даже частичного успеха конфискации этих денег, это гораздо важнее, чем ваше истерическое забывание, что вы не сделали чего-то того-то и не пошли в батальоны русские. Каждый делает, что может. Но поймите, мы союзники в этой войне. Мы воюем с Путиным. Более того, я повторяю, многие люди в этом зале имеют гораздо больше стаж войны с Путиным, чем вы. Мы хотим победить, я повторяю, это написано в наших знаменах, победа Украины – это первое, свобода России. Вам не интересует ваше будущее России? Не надо, пожалуйста. Но сегодня наша общая задача – победа Украины. Это первый шаг. И именно наша политическая сила, способность объединить русских, которые не хотят быть частью путинского режима – это помощь вам. Потому что вы получите союзников, которые готовы сегодня порвать с путинской Россией, с Северной Кореей и начать строить другую. Вы считаете, это не важно? Вы представляете, я еще раз говорю, разницу в потенциалах? Вы должны сегодня помочь нам и себе тоже создать вот этот магнит, который изменит нарратив. Мы должны победить путинскую пропаганду, доказав, что это не война между Россией и Западом, а это война цивилизованного мира против путинской России. Но для этого должна быть, пусть даже маленькая, но свободная Россия. Та Россия, которую мы пытаемся построить. И, дайте вам скажу честно, без этой России вы не победите в этой войне. Вам нужен этот союзник. Ровно потому, что этот союзник может воздействовать на западное общественное мнение. Он может создать вот ту самую альтернативу, что неужели вы не понимаете, что вы не получаете ракет, ровно потому, что Запад боится распада России. Неужели даже не дошло через два года, что именно это сдерживает американских политиков от предоставления вам оружия, которое давно бы выиграло войну. Они боятся распада России. Так вот для этого вам нужна та политическая сила, которая бы дала гарантии Западу, что распад России не такой катастрофический. Ядер наружу никуда не уйдет в сторону. И Китай там все не захватит. Можем мы это гарантировать? Нет, мы не можем. Но мы, по крайней мере, можем создать альтернативу, которая даст Западу хоть какую-то степень успокойности в вопросе того, что случится после распада России. Эти вещи связаны между собой. Вас, может быть, не интересует, что будет с Россией после вашей победы. Но это интересует тех, от кого зависит получение оружия и денег, без которых вы эту войну выиграть не можете. В состоянии сделать вот эту логическую цепочку? Я извиняюсь за слишком, может быть, эмоциональный сегодня такой всплеск. Но мы живем в очень тяжелое время. Российская оппозиция долго была разделена. И сейчас у нас есть масса проблем. Но совершенно очевидно, что убийство Алексея Навального, его героизм и мужество перед лицом безжалостных тюремщиков, увы доказали, что сама идея изменить что-то внутри России на сегодняшний день обречена. Но это не значит, что там нет людей, которые готовы бороться. Да, надо будет бороться в другом месте. Кстати, я надо скажу, что в 1942-1943 году такого количества немцев не было, даже близко, которые готовы были бы уехать и бороться. У нас есть потенциал. Мы не знаем, какой он. Один, два, три миллиона. Но он есть. И этот потенциал поможет нам изменить войну. И в технологическом отношении. Потому что он начнет высасывать единственный ресурс, который Путин не может заменить. Мозги. Он может обойти санкции. Они уже научились это делать. Они там притащат какие-то себе технологии. Они все это сделают. Мозги не заменить. Этот ресурс Путина ограничен. Он может мобилизовать еще несколько миллионов человек, наверное. Но найти лишние сотни тысяч инженеров талантливых он не сможет. И это гораздо больше пробой в путинской военной машине, чем чистое военное-военное противостояние. Это идеологический вопрос. Опять, нам надо убедить. Даже пусть те 15%, которые были против аннексии Крыма. Мы помним эти рассказы, 86, там, 14. Эти 14 хотя бы процентов, что это не война Путина, это не война Запада с Россией. Это путинская война. Начать разделять, наконец, Путина и Россию. Начав строить нашу свободную Россию. Пусть даже за пределами нашей страны. И поэтому, вот сегодня было у нас такое летучее совещание Совета Форума. Мы считаем, что необходимо приступить к написанию программы нашего видения будущего. Да, конечно, любая программа, она, ну, это слова, вы мечтаете. Но без мечты не бывает будущего. Не факт, что мы туда придем. Но надо определить направление. Дорогу. Эта дорога будет с ухабами, и там могут быть ямы. Она точно не заасфальтированная. Но это дорога, это направление. Мы знаем, куда мы хотим прийти. И мы начинаем эту работу. В течение нескольких месяцев мы собираемся изложить свое видение того, как будет строиться новая Россия. Россия свободная, Россия не имперская. Россия, в которой все граждане, живущие на ее бесконечных просторах, получат возможность решать. Хотят они оставаться в России, хотят они строить свою жизнь по-другому. Мы начнем строить новое, но это случится потом. Я повторяю, порядок ходов не меняется здесь. Это не слагаемые. Победа Украины – это первое. Поэтому давайте сегодня начнем работать вместе все над теми вещами, которые являются необходимыми компонентами этой победы. И в них входит и политическая составляющая. Мы никого не просим в данном случае и не хотим, чтобы нас просили. Мы политические союзники. Мы хотим помочь Украине победить, потому что это нужно и нам. Мы готовы сделать все, что от нас требуется, потому что это нужно им. Украина сегодня защищает, сегодня проливает кровь, защищая свободный мир. Мы тоже являемся частью этого свободного мира, и сейчас мы должны это политически оформить. Вот для этого мы будем писать и свою программу, свое визите. Я очень надеюсь, что на нашем следующем форуме мы сможем сделать еще один шаг по этой дороге с нашими указателями к тому, чтобы все-таки приблизить нашу мечту и, наконец, построить свободную Россию не где-нибудь за ее пределами, а там, где ей положено быть по истории и географии. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ